6 класс, 16 серия, делимость. Число, которое делится на 6, можно представить в виде произведения. 6 умножить на n. n целое, не отрицательное. При делении на 6 возможные остатки 0, это в том случае, если делится на целое, 1, 2, 3, 4 или 5. Остаток меньше делителя. Число, которое делится без остатка на число k, можно представить в виде произведения. k умножить на n. Остатки, которые возможны при делении на k. 0, 1, 2 и так далее. Наибольший остаток k минус 1. Остаток меньше делителя. Свойства делимости. Делимость суммы. Первое. Если каждое слагаемое делится на некоторое число, то и сумма делится. Второе. Если одно из слагаемых не делится на некоторое число, а остальные делятся, сумма на это число не делится. Делимость произведения. Если один из множителей делится на некоторое число, то и произведение делится на это число. Признаки делимости на 2. Последняя цифра четная. 0, 2, 4, 6 или 8. Признак делимости на 2 в квадрате. Две последние цифры числа надо рассмотреть. И если две последние цифры числа образуют двузначное число, делящееся на 4, то и все число делится на 4. Признак делимости на 2 в кубе. На 8. Три последние цифры числа должны дать число, делящееся на 8. Итак, три последние цифры образуют трехзначное число, делящееся на 8. Значит, и все число делится на 8. Признак делимости на 5. Последняя цифра. 0 или 5. Признак делимости на 5 в квадрате. Две последние цифры должны дать число, делящееся на 25. Это 0, 0, 25, 50 или 75. Ну и признак делимости на 5 в кубе. На 125. Три последние цифры. Образуют трехзначное число, которое делится на 125. Только в таком случае число будет делиться на 125. Признак делимости на 11. Число n делится на 11. Если сумма цифр, стоящих на нечетных местах, отличается от суммы цифр, стоящих на четных местах, на величину кратную 11. Так, первое число давайте рассмотрим. Так, цифры, стоящие на нечетных местах, начиная с наименьшего разряда, с разряда единиц. 1, 4, 2. Значение первой суммы 7. Так, стоящие на четных местах. 3 плюс 4. Значит, значение второй суммы тоже 7. Разность суммы равна 0. 0 делится на 11. Значит, вот это число делится на 11. И второе число. Итак, находим первую сумму. 1 плюс 2 плюс 2 плюс 1. 6. А на четных местах нули. Значит, сумма равна нулю. Разность сумм равна 6. 6 на 11 не делится. Значит, это число не делится. Признак делимости на 13. Число N делится на 13. Когда на 13 делится число K, полученное из него, зачеркиванием последней цифры и прибавлением к полученному числу учетверенного значения этой цифры. Давайте рассмотрим этот признак на примере. Число 2015. Надо выяснить, делится ли оно на 13. Последняя цифра 5. Отбрасываем последнюю цифру. Трехзначное число 201. К нему прибавляем учетверенную последнюю цифру. Значит, 201 плюс 20. Получается 221. Теперь опять отбрасываем последнюю цифру. И к числу 22 надо прибавить учетверенную последнюю цифру. Получается 26. Число 26 на 13 делится. Значит, и число 2015 тоже делится. Первая задача. Ставьте пропущенную цифру в числе, чтобы это число делилось на 11. Пропущенную цифру обозначим за х. Итак, находим сумму цифр, стоящих на нечетных местах. 7 прибавить х, прибавить 4. Значит, это будет х прибавить 11. Это первая сумма. Вторая сумма 5 и 6. Складываем числа. Значит, 6 и 5. Значит, значение второй суммы 11. Разность этих сумм должна делиться на 11. Только в том случае, если х равен 0, разность сумм будет равна 0, и это число будет делиться на 11. Итак, нужно написать цифру 0 вместо пропущенной. Вторая задача. Делится ли на 13 число 10203? Давайте будем использовать признак, который мы рассмотрели. Отбрасываем последнюю цифру и к числу 1020 прибавляем учетверенную последнюю цифру. Получается 1032. Опять отбрасываем последнюю цифру. И к числу 103 прибавляем учетверенную последнюю цифру. Получается 111. Отбрасываем последнюю цифру к числу 11. Прибавляем учетверенную последнюю цифру. Получается 15. 15 при делении на 13 даст остаток 2. Значит, не делится на 13. Значит, и вот это число тоже не делится. Третья задача. Сколько существует натуральных чисел от 1 до 100, которые не делятся ни на 4, ни на 5? Итак, числа, которые делятся на 4, могут еще и делиться на 5. То есть множество пересекаются. И вот там, где они пересекаются, будут числа, делящиеся на 20. На произведение взаимно простых чисел 4 и 5. Итак, давайте начнем с того, что выясним, сколько же в первой сотне чисел, делящихся на 20. 100 делим на 20. И получается 5 таких чисел, которые делятся на 20. В первой сотне 25, делящихся на 4. Значит, 25 минус 5, значит, здесь будет 20. Вот, а всего 25. Чисел, которые делятся на 5, будет 20. 20 минус 5, 15. Если мы сложим вот эти числа, 25 и 15, мы получаем 40. Это те числа, которые делятся на 4 или на 5. А кроме того, в первой сотне есть числа, которые не делятся. Чтобы выяснить, сколько их нужно, из 100 вычесть 40. 100 минус 40 получается 60. Итак, числа, которые не делятся ни на 4, ни на 5. Таких чисел будет 60. Четвертая задача. Докажите, что разность между трехзначным числом и суммой его цифр всегда делится на 9. Так, в общем виде трехзначное число А, Б, С сверху черта, где А сотен, Б десятков, С единиц. В виде суммы разрядных слагаемых 100А плюс 10Б плюс С. Из этого числа нужно вычесть сумму цифр этого числа. Раскрываем скобки, приводим подобные слагаемые, упрощаем. И получается 99 умножить на А плюс 9Б. Первое слагаемое делится, второе делится, значит и сумма делится. Пятая задача. Назовите наименьшее число, которое записано только единицей, и делится на 33. Чтобы число делилось на 33, значит оно должно делиться и на 3, и на 11. Это произведение взаимно простых чисел 3 и 11. Итак, записываем числа только единицами. Единица не подходит. 11 не подходит, потому что не делится на 3. 111 на 3 делится, но не делится на 11. Следующее четырехзначное число не делится на 3. Не делится на 3. Подходит шестизначное. 111 111 111. Это число будет делиться и на 3 по признаку делимости на 3, потому что сумма цифр 6 делится на 3. И кроме того, применяя признак делимости на 11, мы видим, что это число будет делиться и на 11. Итак, ответ 111 111. Это наименьшее.